МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проблема и перспектива общественного транспорта. Когда на улице Орла выйдут новые автобусы, на этот и другие вопросы ответит руководитель. МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Андрея Митина и Наталья Пехтерева. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Добрый день. Андрей Николаевич, ну вот совсем недавно, можно сказать, состоялось такое важное в вашей жизни событие, ну и в жизни города тоже. Вы были назначены руководителем такого крупного предприятия МУП «Трамвайно-троллейбусного предприятия». Но уже прошло полгода. Каким был для вас этот период, как вы сами его оцениваете, что успели достичь вместе с вашим коллективом, который, наверное, уже стал родным? Вы совершенно правильно говорите. Коллектив в любом предприятии, это, наверное, сердце предприятия. Поэтому, когда я заступил 27 марта, это было непростое время и для меня, и, наверное, и для города. Когда как раз было начало пандемии, ну, пришел в кресло, сижу, думаю, что же я буду делать? Счета все заблокированы, люди не едут, пандемия. Ну, потом посидел, уже назад пути нет. Мы идем только вперед и не отступаем. Задачи перед вами изначально были поставлены какие? Какие цели? Руководство города, руководство области. На что нацеливало вас? Какие задачи нужно было выполнять в тот момент незамедлительно? Что надо было делать? Что жизненно важно было для предприятия, для городского транспорта в целом? Ну, одна из первых задач нужно было прийти, и чтобы предприятие заработало. Потому что, когда я пришел, мы где-то два месяца работали на заблокированных счетах. У нас все счета были заблокированы. У нас транспорта выходило 20-30 единиц. Это очень мало для предприятия. И когда работает коллектив 750 человек, которым нужна работа... Зарплата нужна. Зарплата. Уверенность в завтрашнем дне нужна, конечно. Поверьте, было непросто. Но мы справились с этой задачей. Мы брались за любую работу. Нас, конечно, критиковали. Вы же помните, мы и мосты красили, мы и дороги отсыпали, мы и дома сносили, мы и набережную делали, значит, отсыпали песком, готовили к сезону. Поэтому мы брались за любую работу для того, чтобы хотя бы людям заплатить зарплату. Ну и чуть позже задача номер один была, чтобы предприятие стало многопрофильным. Это автобусы, троллейбусы и трамваи. Поэтому одна из задач ввести новые направления – это автобусы. Одной из первых, которую поставила задачу, нужно было привезти 50 автобусов, и чтобы они поехали в городе. Автобусы и поехали. Но давайте вернёмся всё-таки к истории вопроса, а главное – к финансовому состоянию трамвайно-троллейбусного предприятия. Некоторое время прибыльное предприятие, успешное предприятие, которое было ещё известно с советских времён, которое выполняло транспортную задачу, вдруг в один прекрасный момент всё рухнуло, или постепенно это всё происходило, и предприятие стало убыточным. Как так произошло? Вот ваше мнение, ваша оценка ситуации. Наталья, вы совершенно правильно говорите. Когда я пришёл на предприятие, у нас доля муниципального предприятия, которое перевозили в городе, было 8%. Это очень низкий процент. И хочу сказать, что 92% – это практически было участников, потому что они весь рынок практически забрали. На сегодняшний день хочу сказать, что были и пятый, и восьмой троллейбус, которые сейчас задублированы частником, и практически большой ёмкий транспорт троллейбус был задублирован газелями. И пятый троллейбус – это вообще визитная карточка, он с вокзала уходил. На вокзале, вокзал, наверное, это центр наш, и когда приезжают люди, они видят, и если мы едем с газелях, с чемоданами в газели, это, наверное, ни в какие рамки не входит. Поэтому ответ он сам, наверное, по себе стоит. Частники задублировали просто-напросто муниципальный транспорт. Что с этим надо делать? Или уже сделали? Муниципальному предприятию пришло не очень такое хорошее время. Я считаю, что передо мной стоит задача номер один – возвратить, и, можно сказать, возродить муниципальный транспорт, чтобы все-таки транспорт был доступный, так как раньше в трамвае свободно можно было ехать в троллейбусе. Вот мы сейчас восстановили маршрут номер 8, с выгонки он поехал. Пусть пока мы сейчас, можно сказать, все равно он дублируется, пусть не в полном объеме там 8 машин. У нас 4 машины уже ежедневно ходят с выгонки. Пятый практически 3 машины. Мы будем сейчас конкурировать с участниками, хотя нам это очень непросто и тяжело. Счета разблокированы? Люди зарплату получают, если с финансами какие-то проблемы? Хочу сказать, что когда я пришел, действительно, зарплаты было много непонятно. И когда я увидел, что водитель получает 13 тысяч рублей, для меня это было очень-очень непонятно. Уборщица 13 тысяч рублей и водитель, который несет ответственность, который возит людей, у него... Колоссальная нагрузка, постоянно на линии. Встает в 5 утра. И что я сделал? Одно из первых, я повысил зарплату водительскому персоналу, потому что получалось уже так, что водители уходят в другие регионы, в другие города и работают там. А у нас практически не стало специалистов на трамвай, на троллейбус. И одно из первых мы еще сделали, помимо повышения зарплаты, мы запустили учебный центр, который сейчас учатся наши люди, которые желают работать на транспорте, получая стипендию 10 тысяч рублей. Вот у нас уже сейчас такие две группы уже будут к Новому году выпускаться. Это 9 по трамваям человек и 5 человек по троллейбусам. Мы немножко начали возрождать. Назад люди пошли к нам, потому что зарплата все-таки сейчас достойная. И думаю, что в дальнейшем я считаю, что водитель это, понимаете, это та курочка, которая несет яйца на предприятии. Новая история у предприятия началась, и новая история вообще в жизни городского транспорта, когда и трамваи, и троллейбусы, и автобусы объединены воедино на территории одного предприятия. Как будет дальше развиваться эта ситуация? Сколько сейчас автобусов у нас? Будут ли еще? На предприятии сегодня есть автобусы, трамваи и троллейбусы. Мы готовы сегодня перевозить жителей города Орла в любую точку. Мы сейчас работаем над маршрутами, чтобы поток людей, которые мы перевозим, был небольшой. Почему у нас иногда на остановках много людей стоят или маршруты едут быстро, через каждые 2 минуты к маршрутке? Почему едут? Почему? Потому что они оперативно работают, а мы немножко отставали. Когда у нас на линии было 15 трамваев, и мы 18 минут его ждали, конечно, это тоже не очень хорошо. Нам, конечно же, интересно, как мы можем добираться в вечернее время, когда наши маршрутки, к сожалению, после 8 вечера перестают курсировать по улицам нашего города. Тогда, Надежда, уже на трамвайно-троллейбусное предприятие. Работать будете поздно вечером? Мы сейчас работаем. Мы работаем в две смены. У нас есть 12-часовой график и 8-часовой. Поэтому хочу сказать, что до 23-х часов граждане города Рома могут передвигаться в любую точку. Реконструкция Красного моста ждёт город Орёл. В связи с этим возникает вопрос, что будет с нашими трамваями? Как будут они курсировать? Есть ли у вас какое-то беспокойство? Или, напротив, есть у вас уже понимание ситуации? Ну, я думаю, что ситуация, конечно, будет с закрытием моста волнительной для жителей города Орла и для нас в том числе. Но мы уже к этому готовы. Я думаю, что до моста от трамвайного депо пойдёт челнок в два направления. Я думаю, что нам не нужны никакие-то разворотные кольца. Мы сначала... Были у нас планы сделать разворотное кольцо. На всё это нужны деньги, поэтому... И время для того, чтобы это всё построить. Поэтому два челнока, они справятся с своим потоком людей. Далее у нас будут... У нас же сейчас новые направления, это автобусы. Мы заменим трамваи автобусами. Я думаю, что четвёртый, на четвёртом маршруте пойдёт четыре хороших автобуса. Также троечка у нас будет до моста довозить с Пушкинской, также будет довозить людей на автобусе. Поэтому мы к этому готовы. И я думаю, что те автобусы, которые у нас сейчас едут через Герцена и ехали через Красный мост, я думаю, что они поедут через Дружбу. А некоторые поедут через Герцена. Как он и ходил, пятёрка, он пойдёт через Герцена. Троллейбус у нас тоже пойдёт через Герцена. Ну вот как раз об автобусах. Новые автобусы у нас поступили уже, они на территории предприятия. Что это за машины, сколько их, когда мы их наконец-то увидим? Ну хотя бы такая отдалённая перспектива наверняка уже существует, когда вся документация будет готова. Совсем недавно мы получили 12 автобусов в Лизинг. И я думаю, что с первого числа жители города Орла их увидят. Какой маршрут? Ну давайте мы сейчас не будем гадать. Я думаю, что всё-таки автобусы должны на центральных улицах работать. И всё-таки это новый автобус, который должен передвигаться. Это ещё раз говорю, это лицо нашего города. Это транспорт тоже. Я думаю, что ему надо уделять сейчас огромное внимание. И мы этому будем уделять. Что это за машины? Насколько они комфортабельные для нас, пассажиров? 12 автобусов, они низкопольные. Мы сейчас ставим для себя ориентир, чтобы была доступная среда. Ну совсем недавно вы помните, что на маршрутах было по одному автобусу, чтобы можно было довезти инвалида. Или там с коляской. У нас сейчас практически все автобусы доступны. Можно переехать с велосипедом. Даже троллейбусы, мы сейчас задние у нас двери, у нас сняты ручки. И можно с коляской практически проехать и велосипед довезти. Поэтому мы на это ставим упор, чтобы для людей было доступно. Но вы говорите 12 автобусов. Наверняка потребуются водители. Может быть, сейчас некоторые люди нас смотрят и задаются вопросом, можно ли прийти и работать в трамвайно-троллейбусное предприятие, коли там ситуация стабилизировалась, и говорят, что зарплата повышается. Может быть, некоторые водители маршрута к вам захотят прийти на работу. Нужны рабочие руки? На сегодняшний день с водителями действительно есть у нас проблема. Но мы ее решаем. На сегодняшний день у нас работает уже более 70 человек водителей, которые и на новые автобусы мы сейчас подбираем людей, профессионалов. Потому что хотелось бы, чтобы не гонками мы занимались, а занимались перевозкой наших жителей города. Андрей Николаевич, очень важно, чтобы наш общественный, наш личный транспорт курсировал по хорошим, качественным дорогам. Есть у нас национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Куратором от партии «Единая Россия» в Орловском регионе являетесь вы. Как вы оцениваете работу этого проекта и, собственно, какую миссию выполняете вы как куратор? Я знаю то, что вы по региону много ездите, и мы как-то с вами были в Орловском районе, когда вы инспектировали дорогу в деревне Лаврово, строительство тротуаров. Ваши оценки? Итоги сезона с вашей точки зрения? Хочу сказать, что на сегодняшний день мы научились делать дороги. Если взять там 2-3 года, мы делали полотно. Сейчас мы уже делаем и благоустройство, и заездные карманы. И на чем я всегда настаивал, давайте комплексно подходить к этому проекту. И хочу сказать, что мы были услышаны, и совместно с департаментом мы много обсуждали. Хочу сказать, что в городе мы сейчас практически на 5 баллов делаем дороги. В районах мы еще пока хромаем, но у нас есть договоренность, что где-то мы переделываем, где-то мы проекты доводим до того соответствия, которое должно быть. Еще раз говорю, я бы хотел, и я думаю, что партия «Единая Россия» наставит для того, чтобы это комплексно делали, понимаете? Потому что если раньше делали одно полотно, ну что такое полотно? Ну, проехали дорогу, закатали, а дальше у нас ни бордюров, ни заездных карманов, ни благоустройства практически. А сейчас я хочу сказать, что в этом плане мы очень большой сделали рывок. Что надо менять, по вашему мнению, в будущем, в перспективе, в работе с подрядчиками? Может быть, какие-то федеральные законы новые издавать, региональные какие-то законы должны быть? Для того, чтобы контролировать их больше, наверняка нуждаются же они все-таки в повышенном контроле. Совершенно правильно. Знаете, вот раньше выигрывали у нас разные компании, и губернатор много раз задал вопрос, должны быть местные, которые живут здесь, и они по этим дорогам ездят, ходят, гуляют. И главное, чтобы их потом не искать где-то. Совершенно правильно. Поэтому множество было таких контрактов, которые мы не могли найти уже и подрядчика. Сейчас практически дороги выполняют и благоустройства Орловские подрядчики, и я считаю, что нам с ними намного легче. Андрей Николаевич, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Приходите к нам еще всегда рады. Спасибо. Спасибо большое. В нашей студии был Андрей Митин, руководитель МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». А я, Наталья Пехтерева, с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин